Да, я, вы знаете, хочу тогда, раз уж у меня такая возможность быть последней, сказать вам, почему я вчера за партию «Единой России» проголосовала. Я думаю, что это будет правильным финалом. И честно, кстати. Да, вы знаете, я не знаю, кто-нибудь, если вчера видел мой «Лайф Джорнал», 2500 комментариев за ночь, я думаю, те, кто разбираются вообще в статистике ЖЖ, понимают, что это, ну, скажем так, не всегда бывает. И я вчера... Гадости или нет? А? Гадости пишут. Да, в большинстве своем гадости. Но я отвечаю, Дмитрий Анатольевич. Ну, правильно делайте. Потому что я не могу ответить. Вот я вам честно скажу, Дмитрий Анатольевич, в силу своего служебного положения, когда я получаю гадости, я их немало получаю. Значит, ну, как у любого нормального человека, у меня рука тянется не к пистолету, но к клавиатуре для того, чтобы сказать теми же самыми словами. Я же их тоже знаю и люблю иногда даже использовать. Вот. Но я не могу этого сделать по законам жанра. Ну, хоть вы за меня сделайте. Ну, я всем просто сказала, что я не хочу казаться лучше, чем я есть. Поэтому я вчера сказала, почему я это сделала. Я хочу просто здесь это повторить, потому что для меня это очень важно. Я вчера сказала, что «Единая Россия» — это не моя партия. Мне бы хотелось, чтобы была еще какая-нибудь другая партия, в которую я смогу вступить. Я не член этой партии, но я вчера за нее проголосовала по одной простой причине. Я проголосовала за вас. Вы два с половиной месяца в этой партии. Это слишком маленький срок, чтобы делать какие-то выводы. Я считаю, что для меня партия только начинается с точки зрения вашего в нее прихода. Я вчера назвала людей, из-за которых я проголосовала. Я ночью сидела и выбирала, как, наверное, и многие избиратели, между КПРФ. Потому что, ну, я промониторила в интернете все сайты, все программные манифесты, все заявления. Но это единственная партия, это мое субъективное мнение, у которой есть точка зрения. Да, и своя идеология. Я вчера, и я накануне выборов ночью не спала и выбирала. Я поняла, что я жила в Советском Союзе и не хочу туда возвращаться. И я поняла, что Единая Россия – это единственная партия, в которой есть мои товарищи, которых я не считаю жульками и ворами, честное слово. Начиная от Сергея Капкова, я сегодня к нему подошла, это искала, заканчивая Федором Бондарчуком. Я всех этих людей перечислила. Я считаю, что про это надо говорить. Основная проблема сегодня в коммуникации. И, наверное, вы правильно сегодня сказали, мы не можем формулировать свои достижения. Мы не можем взять и ответить, что Федор Бондарчук, Сергей Капков, Вадим Дымов, Михаил Абзов. Они в эту партию пришли не за административным ресурсом. Они и так были успешными, влиятельными и богатыми. И так были элитой. И так уж случилось, что сегодня в Единой России сосредоточена элита. Ну, вы абсолютно правы, бизнес всегда держался консервативной партией, здесь ничего нового нет. Но, к сожалению, многие люди, которые проголосовали против, они этого не знают. Элементарно не ведется разъяснительная работа. Они просто этого не понимают. Вот и все. Они не понимали, когда я накануне говорила о том, что смотрите, сейчас будет достигнут консенсус, сейчас Дмитрий Анатольевич всем позвонит и предложит, естественно, коалиции. Так оно и произошло. Они не понимали, что они вообще выбирали, потому что, как мне кажется, сегодня основная проблема после выборов заключается в том, что серьезные перемены нужны, их все хотят, и важно наладить каналы коммуникации. Они реально хромали на этих выборах, и вы это прекрасно знаете. И до выборов хромали. И до выборов тоже. А что касается атаки, я могу ответить. Вы знаете, когда атака началась, я проснулась утром рано, потому что хотела утром проголосовать. Так вот, я дала Алексею Венедиктову все свои аккаунты и сказала, пожалуйста, пользуйтесь. Я голосую за Единую Россию, но отдаю все свои аккаунты тем, у кого проблемы, кто не может донести свою точку зрения до избирателя. Пользуйтесь, я буду ставить ретвиты, у меня 200 тысяч подписчиков, я считаю, что это немало. В остальных социальных сетях еще больше. Поэтому я считаю, что мы, как большое правительство, в этом смысле не должны давать возможность думать и говорить о нас так, как вчера многие говорили. Мы должны говорить, пожалуйста, берите, да, мы за другую политическую позицию, но при этом, пожалуйста, мы даем возможность оппонентам выступать на нашей площадке, если у них проблемы с площадкой. Я очень надеюсь, Дмитрий Анатольевич, что вот после выборов, когда уже будет возможность перевести дух, вы скажете, в чем план? Я всегда за концепцию, вы знаете, вот сегодня... Есть ли у вас план? Как в известном мультфильме. Вы знаете, у меня есть несколько соображений по плану, связанному с образованием, но мне бы, конечно же, хотелось узнать у вас, каков главный итог выборов и куда идем дальше. Я надеюсь, что в ближайшее время вы это обязательно скажете. Давайте так и договоримся. Спасибо большое, Тина, за искреннее выступление. Значит, и можно похлопать в поле. Потому что это искренняя позиция. И, кстати, для того, чтобы такую позицию занимать в социальных сетях, нужно быть твердым человеком.